Регион с рабочим визитом посетил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр побывал на нескольких объектах в Кукшетау. В первую очередь рабочая группа побывала в Кукшетау-Жилу. Первому заместителю премьер-министра доложили о текущих работах. Всего на подготовку к отопительному сезону выделены 27,6 миллиардов тенге. Из них 15,2 миллиарда на ремонтную компанию. Также до конца этого года планируется завершить реконструкцию магистральных инженерных сетей теплоснабжения по улице Ауэзова. В целом в данном направлении существует ряд проблем. На сегодняшний день у нас уже подготовлено 553 котельных, 455 объектов образования, 270 здравоохранения, 276 социальной сферы, почти 1000 чужелых домов и 29 километров тепловых сетей. Вот, Роман Васильевич, однако у нас проблемный вопрос остается, ежегодный проблемный вопрос – это мазут. В целом на три наших коммунальных предприятия – это Щучинск, поселок Боровое и город Кокшатал – нужно 52,6 тысяч тонн мазута. Потребность на них с учетом доставки в средствах – цена не меняется. Также остается на уровне 115 – 7,5 миллиард тенге. В рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-25 годы запланировано строительство многопрофильной областной больницы на 630 коек. Она будет расположена в активно строящемся микрорайоне города Сараарка. Вместе с тем в рамках национального проекта «Комфортная школа» здесь отведены земельные участки для строительства двух школ на 2500 мест. На перспективу запланировано строительство 320 многоквартирных жилых домов, 32 объектов образования и административных зданий, 4 торгово-развлекательных центров, более 5 парковых зон. Впрочем, порядка 300 тысяч квадратных метров по плану будем сдавать жилья. Вот здесь непосредственно идет наше строительство. В целом мы здесь строим 22 дома по программе. Значит, вот здесь 8 домов, здесь получается 5 домов, еще 2 дома здесь и дальше АБВГД, позиции начали строительство. И мы в этом году планируем сдать 7 домов. Значит, вот здесь они уже, в принципе, готовы, остается только благоустройство. «Корректировку ТЭО по ТЭЦ Ермей Буранбович мне докладывали буквально в течение полумесяца. И, Брюс Мурадович, да, завершаем. Ну, нужно, ну, мы уже затянули, конечно, вопрос по ТЭЦ. Сейчас необходимо, да, срочно устроиться. И были определенные моменты, связанные с удорожаниями». Далее Роману Скляру рассказали об обеспеченности населения услугами водоснабжения. Всего в этом году в этом направлении будут реализованы 65 проектов на сумму 22,6 миллиарда тенге. Планируется довести показатели города на 97%, сел – на 95%. По области за счет установки 15 комплексных блок-модулей дополнительно планируется обеспечить качественно питьевой водой 2,6 тысяч человек. Однако, проблема очистки питьевой воды в областном центре актуальна. Планируется разработка проекта по прокладке водовода от Павловского водохранилища до Кукшитал. Вместе с тем, строительство третьей нитки водовода от Чаглинского водохранилища до станции очистки воды. Вы знаете, 25-й год – это завершающий год, когда мы должны 100% подойти. Все бюджетные заявки удовлетворяем. Вы видите, по годам финансирования такое. 100%, 25-й год – 100% завершение. Особое внимание уделяйте текущему содержанию водохранилища сооружений. В целях исполнения поручения главы государства Акиматом области реализуется проект реконструкции и расширения водопроводных очистных сооружений города Кукшитал. На сегодняшний день утвержден график производства работ. Подрядной организацией на объект завезена строительная техника, начаты строительно-монтажные работы. В мае текущего года заключены договора на поставку очистительного оборудования. В настоящее время на объекте организован мобильный штаб, ведется сборка железобетонных конструкций, на резервуарах проводятся земляные работы. Выслушав все предложения, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан принял их во внимание.